Музыка Сейчас мы с вами сопоставим некоторые библейские события, точнее хронологию библейских событий из книги Бытие с хронологией клинописных законов, которые дошли до нашего с вами времени. Первое событие, которое мы с вами сопоставим с книги Бытие, 11 глава, 31 стих «И взял Фара Авраама, сына своего, Илота, сына Аранова, внука своего Исару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую, но дойдя до Харана, они остановились там». В данном тексте говорится о городе Ур-Халдейский. На карте мы его видим здесь. Из данного текста мы с вами видим, что в городе Ури жили Фара, отец Авраама, сам Авраам, Сары и Лот. И судя по всему, в данном городе Авраам родился и вырос. Годы жизни Авраама. Некоторые исследователи считают, что Авраам родился в 2040 году до н.э. и умер в 1865 году до н.э. И сверху мы здесь видим временную шкалу, которую будем сейчас использовать для наших рассуждений. Примечательно то, что до нашего времени сохранились законы Ур-Науму. Это царя города Ура, который жил немножко раньше Авраама, и по приказу которого были составлены законы Ур-Науму. Из данных законов мы можем видеть культуру и быт, и традиции, которые были в древнем городе Ури во времена Авраама. Вот что говорит Ур-Науму в своих законах. Тогда Ур-Науму могучий муж, царь Ура, царь Шумера и Акада, могущество Мнаны, владыки Града, по праведному повелению Уту, воистину установил справедливость в стране, воистину он изгнал зло, насилие и раздор. Сирота не был отдаваем во власти богатого. Вдова не была отдаваема во власть сильного человека. Человек Сикля не был отдаваем во власть человека Мины. Но до нашего времени дошли также древние клинописные законы из двух городов, которые находились недалеко от города Ура. Это законы Урин-Гимны из города Лагаш, по карте мы видим эти города, и законы Лепит-Иштар из города Исин. Данные законы также действовали, судя по всему, и при жизни Авраама в этих городах. Содержание этих законов нам также поможет понять ту древнюю атмосферу, в которой жил, рос и действовал Авраам. В тексте упоминается город Харан. И говорится, что Фара Авраам и Сара Элот вышли из города Ура и пошли в Ханаан, но дойдя до Харана там остановились. Скорее всего, они проходили через эти древние города Исин и Лагаш, в которых действовали древние клинописные законы. Следующее библейское событие, хронологию которого мы с вами сопоставим с хронологией клинописных законов, записано в книге Бытие, 14 глава, 1 и 2 текст. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Елаарского, Кедроломера, царя Еламского и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сегоимского и против царя Белы, который есть Сегор. Следует заметить, что поход четырех царей в сторону Ханаана происходил при жизни Авраама, когда Авраам жил в Ханаане, а Лот со своей семьей в городах Содомских и Гоморских. Это означает, что это событие происходило примерно в период между 1950 и 1900 годом, как мы видим выше на шкале времени. В данном тексте наше внимание больше привлекают два царя, которые описаны в начале. Это Амрафел и Ариох, а точнее географическое расположение их них царств. Амрафел, царь Синаарский, и Ариох, царь Иларский. Место расположения остальных царей нас не очень интересует, потому что они находились в районе Ханаана. Синаар – это область, в которой был расположен город Вавилон и другие окружающие Вавилон города, например, такой город, как Ишнуна. Судя по всему, Амрафел был царем города Вавилона и ближайших городов вокруг Вавилона. А вот Ариоха, царя Иларского, многие ученые отождествляют с городом Ларсой. Город Ларса находился немножко ниже города Вавилона. То есть эти два царя, царь Амрафел и царь Ариох, они были практически из одного места. Но примечательно то, что до наших дней дошли в неплохой сохранности два клинописных закона из города Вавилона и Ишнуны, так называемые законы Хамурапи и законы города Ишнуны. Конечно, эти два законодательных кодекса были приняты примерно через сто лет позже этих событий, которые описаны в книге Бытия 14 главе. Тем не менее, эти два закона дают нам представление о той исторической действительности тех времен, которая была в области Синаар, откуда пришли данные цари. Для примера хочу привести параграф номер 26 из закона Хамурапи. Если Ридум или же Байрум... Ридум – это тяжеловооруженный воин, Байрум – это легковооруженный лучник. Так вот, если Ридум или же Байрум, которому было приказано идти в царский поход, не пошел, или нанял наемника и послал его взамен себя, то этот Ридум или Байрум должен быть казнен, а его наемник может забрать его дом. Из данного параграфа закона Вайлонского царя Хамурапи видно, что в области Синаар жестко действовала воинская повинность. А это значит, что у царя Амфроафиэла, царя Синаарского, была хорошо организованная армия, с которой он пошел в поход против царей ханаанских. Следующее библейское событие, которое мы с вами сопоставим с датами клинописных законов, записано в книге «Исход» 12 глава с 40 текста и в книге «Второзаконие» 5 глава с 1 текста. Время же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По паршестию 430 лет вышло все ополчение Господня из земли египетской ночью. И следующий текст «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнить их». В первом тексте говорится, что Израиль обитал в Египте 430 лет. Некоторые исследователи считают, что это примерно с 1680 года по 1250 год до новой эры. Во втором тексте говорится за Моисея, который жил примерно с 1330 года по 1210 год до новой эры. Бог через Моисея дал Израилю закон, а впоследствии и всему миру. И данный закон получил название как «Закон Моисеев» или «Закон Божий». Некоторыми исследователями считается, что Бог через Моисея дал Израилю закон в период с 1300 года по 1250 год до новой эры. Таким образом, данный закон, закон Моисеев или закон Божий, содержащий в себе уголовные, административные и религиозные правила и постановления, стал руководством для целого народа Израиля, для всей страны. Примечательно то, что до нашего времени дошли практически полные тексты законы хетов, то есть законы, которые действовали в хетском царстве, в хетском народе, и законы ассирии, ассирийцев, которые действовали в ассирийском царстве. Примечательно то, что законы хетского царства и законы ассирийского царства были разработаны примерно в то же время, когда Моисей получал закон Божий от Бога. Содержание законов хетов и закона осирийцев дают нам богатейшую информацию и представление о культуре того времени, о традициях того времени, в котором находился Израиль, и дают нам более лучше понять смысл некоторых постановлений и заповедей закона Моисеева. Все эти клинописные законы, а точнее 7 клинописных законов мы с вами будем разбирать в дальнейших передачах, чтобы понять ту историческую атмосферу и культуру, а также мы будем с вами сопоставлять данные из этих клинописных законов с законом Божьим, с законом Моисеевым, чтобы более лучше понимать смысл и значение заповеди, которые находятся в законе Моисеева. Моисеевым